Я приглашаю на сцену двух докладчиков с докладом, как мы change data capture делали, вы видите это на экране, также на сцену Василий Тюбек и Александр Друлин. Пожалуйста, прошу, рассказывайте. Коллеги, привет. Начнем немножко с рекламы Тарантула. У нас собраны все материалы по докладам по этому QR-коду. Меня зовут Александр Друлин, компания Nexine. Я тимлид команды фабрики микросервисов. Мы разрабатываем решение под ключ на базе микросервисной архитектуры для телеком-оператора для компании Megafon. Доклад у нас совместный. Мы давно работаем фактически как одна команда, уже около трех лет с командой Mail.ru. Ну и расскажем, собственно, сегодня про то, как мы вместе change data capture сделали. Этот доклад фактически продолжение предыдущего доклада, где мы взяли тему вширь, рассказали, каким образом появились микросервисы и кэши в ландшафте телеком-оператора, зачем это вообще нам было нужно. Ну а сегодня продолжение предыдущей темы, и мы копнем вглубь. Как видите, архитектура микросервисного слоя, как архитектура микросервисов, достаточно многослойная. И очень важную роль в ней играет слой кэшей. Для чего он нужен? Он прежде всего нужен для того, чтобы готовить удобно данные, делать нужные представления для наших каналов. Мы поднимаем достаточно большой слой данных из корр-систем в кэши, и дальше уже делаем нужные композиты, и отдаем уже быстро и с хорошим latency, собственно, в каналы наши данные. Вторая проблема, которую решает слой кэши, это изоляция данных. Совсем недавно у нас появились два высоконагруженных, очень требовательных потребителя. Это триггеры от системы комплекции процессинг, где мы в пике видим 4,5 миллиона событий в секунду. Часть триггеров входит в эти кэши. И rules engine от проекта real-time marketing, которые выставляют требования на 50 миллисекунд latency на композитных запросах и просят 30K RPS получить также без деградации сервисов. Вначале мы делали достаточно простые вещи с кэшами. Мы либо просто забирали по каким-то условиям из мастер-систем данные, поднимали их в тарантул, либо также подписывались на какие-то события в любом брокере сообщений. И у нас еще работал налаженный процесс поставки данных из аналитических хранилищ. Все это достаточно было просто. Типовые решения раскатывались. В течение недели-двух мы получали результат. Но все было прекрасно до тех пор, пока не случился УПС. Нам потребовалось сделать систему, витрину данных над продуктом, извините за павтологию, Product Inventory. Это такая мастер-система, в которой лежат все данные по подключенным продуктам, услугам абонентов компании. Что у нас было в мастер-системе на входе? В Oracle лежало около 30 терабайт церых данных. От 3 до 5K TPS изменений в секунду. И самое интересное, что эти данные, кроме как из Oracle, невозможно было забрать. Изменения происходили. Изменения клиента написали на прямую базу. Задача была в следующем создать транзакционно-целостную витрину и обеспечить SLA по задержке не более 30 секунд. Задержка репликации от мастер-системы. Ну и понятно, что в кэш нужно было поднять не все данные. Нам нужна была фильтрация. Ну и где-то с 30 терабайт нам нужно было взять где-то 1 терабайт. Ну и кэш достаточно часто обновлялся. Ну, собственно, мы приступили к задаче. И сели там, понаписали себе запросов разных, да, и пошли на нагрузочный стенд, чтобы погреть кэш, посмотреть, как это происходит. В результате мы погрели Oracle. Oracle стало плохо. Это большая монстрообразная система. Не любит он запросы с СВЭ. Ну и время, в общем-то, прогрева нашего кэша оказалось порядка двух недель. То есть к моменту загрузки мы уже, к моменту прогрева мы бы получили уже там полный, полный неактуальный срез данных. Ну и плюсом к этому, да, отсутствие любого брокера. Ну, нас тоже немножко остановило. Мы начали думать, каким образом нам делать решение. Сначала мы вообще думали, может быть, мы откажемся от кэша. Давайте поднимем еще один стендбай и почитаем данные напрямую. Сорокло. Первое. Не получилось, потому что данные разложены по разным табличкам. Нам нужно джойнить. А как я уже говорил, у нас 50 миллисекунд на композитный запрос. То есть нам нужно еще добогатить эти данные чем-то. Вот. И отдать за 50 миллисекунд. Сорокло у нас этого не получилось. Ну и второе, собственно, все банально просто. Система большая, значит, много ядер. И получается, что мы увеличиваем лицензионную нагрузку. То есть нам нужен еще бюджет на то, чтобы залицензировать эти дополнительные ядра. Отказались мы от этого решения. Пошли смотреть в бесплатные версии того, как мы можем получить поток изменений. И оказывается, Оракл сделал такую технологию. Она называется Continuous Query Notification. И вначале у нас все прекрасно работало, когда мы проводили тесты на функциональных зонах. Когда у нас не было большой нагрузки, секвент прекрасно справлялся. Кратко, в общем-то, суть его заключается в том, что в Оракле есть тоже внутренняя очередь. И на эту очередь можно подписаться на нотификации, которые происходят в базе. Когда мы вышли на нагрузочный стенд, в общем-то, обнаружили интересную историю про то, что протиционированные таблицы, изменения на протиционированных таблицах не отлавливаются секвеном, если вы закрываете одним коммитом более 100 изменений. Мы сразу получаем историю с разрушением транзакционной целостности. Она не поддерживается. То ли это баг, то ли фича, не знаем. Открывали реквест в Оракл. Собственно, нам ничего хорошего не предложили. Мы на этом закончили, потому что бесплатный сыр только в мышеловках. Не хочется наступить на какие-то грабли, непонятные на пруде. Ну и тут на сцену вышел наш старый добрый Голденгейт. Казалось бы, где микросервисы, модно-молодежно, да, и старый добрый Голденгейт. Но оказалось, что нам придется нарастить экспертизу и погрузиться в эту технологию. Потому что только с помощью Голденгейта мы решили эту задачу. Мы обеспечили транзакционную целостность. Мы получили нормальную поддержку ETL-процесса, где можно пофильтровать, потрансформировать данные. Мы сделали кэш самым малоинвазивным способом. Мы не давали никакой нагрузки на базу, не вмешивались в работу мастер-системы. Ну и плюсом получили экспертизу у ДБИ. Потом оказалось, что, в общем-то, это решение стало масштабируемым. Потому что кроме первой мастер-системы у нас еще появилась задача сделать два кэша в разных предметах, областях. И, в общем-то, наш Oracle Golden Gate работает теперь, наполняет кэши для логически разных систем. Мы подключаемся к разным базам и делаем, в общем-то, захватываем изменения легко и непринужденно. Ну а для дополнительных потребителей все же любят работать с данными. Этот поток изменений интересен, кроме нас, интересен еще многим потребителям. Мы еще плюсом, бонусом сделали еще отгрузочку в кавку. И теперь у нас такой вот получился универсальный слой CDC, где есть Oracle Golden Gate, который, в общем-то, поддерживает загрузку данных в Tarantul. И есть еще кавка, которая для тех потребителей, кто не может подключиться, кому интересен этот поток также. Первый подход снаряда у нас был, в общем-то, через выгрузку CSV файлов. Мы решили проблему с нагрузкой все-таки. Вначале сделали по-простому, грузили из Oracle в CSV и прогружали, и лодер грузил все это в Tarantul. И репликацию настроили в виде преобразования трейлфайлов в XML-формат. Второй вариант у нас получился более технологичный, скажу, более промышленный, который мы сейчас везде используем. Это прогрев кэша напрямую из Oracle и использование процедуры UserExit. Это фактически точка кастомизации в Golden Gate. На практике ничего сложного с Golden Gate нет. Надо просто почитать документацию, пообщаться с DBA, и, в общем-то, вперед у вас все получится. Дальше про мясо расскажет Василий Тюбек, команда Mail.ru. Вася, тебе слово. Ребята, да, отлично слышно. Так, коллеги, меня зовут Василий Тюбек. Я расскажу про технические аспекты реализации этой штуки. Во-первых, с самого начала. Обычно кэш представляет из себя что? Обычно кэш работает от запроса. То есть у нас есть какое-то приложение, которое сначала пытается достать данные из кэша, затем, если не находит, пытается сходить в мастер-систему, складывает данные обратно в кэш и уже от этого работает. В нашем случае история слегка отличается. То есть вот эта концепция кэша сбоку, так называемого, когда мы не переделываем уже существующие приложения, которые ходят в мастер-систему Oracle существующей, а все новые приложения общаются только с кэшом, достают данные только оттуда. Соответственно, что в этом случае представляет из себя работающий кэш? Он прогрет, то есть он заранее загружен данными. Эти данные актуальны, и актуальность этих данных поддерживается регулярно, причем поддерживается за счет репликации из мастер-системы. Ну и он обвешан всякими разными характеристиками, типа он observable, maintainable, потому что нам нужно понимать, работает он, актуальные данные в нем, насколько он сильно остал от мастер-системы, вот это все. Поэтому по порядку. Первый наш заход был прогрев с выгрузкой в ЦСВ, то есть что нам нужно было, то есть требования к этой выгрузке, они довольно простые. Во-первых, нам нужен был только срез данных исключительно, то есть не весь 30-терабайтный набор, а только его часть. Во-вторых, мы должны были в процессе выгрузки данных из Oracle создавать на него минимальную нагрузку, и, в-третьих, выгрузка должна была происходить за какое-то адекватное время. То есть, например, время две недели явно неадекватное, такой кэш никому просто не нужен. Первое, что мы пытались сделать, это выгрузки по условиям. Выгрузки по условиям просто не сработали. То есть мы получили время выборок такое, что и нагрузку еще на исходную базу такое, что это просто неприемлемая история. Что еще нам эта штука обломала? Она нам обломала возможность распараллелиться по условиям. То есть если бы мы хотели выбрать из этого 30-терабайтного массива данные кусками, чтобы, например, ускорить выгрузку, мы бы могли данные почанкать, например, пользователей выгружать по тысяче, но здесь мы этого сделать не можем, потому что условия просто тормозят. Что нас здесь спасло? Нас спасло партиционирование. То есть исходные таблицы, исходные данные были партиционированы, причем партиционированы довольно хорошо. То есть несколько сотен партиций, которые мы начали выгружать целиком. Соответственно, мы выгружаем каждую партицию в параллель. Единственное, что здесь важно. Важно ограничить количество этих процессов, которые в параллель выгружают партиции, Потому что банально, если мы долбанем выгрузку в 100 потоков, мы в эти 100 потоков нагрузим баз данных источник. И второй момент. Мы по-прежнему здесь работали без условий. То есть мы выгружаем все данные, которые у нас в партициях лежат. На круг мы получили вот такой вот pipeline. То есть первым шагом для выгрузки мы проходимся по карте всех таблиц партиций, саб-партиций, которые у нас есть в базе данных источники. Из этих данных мы создаем пачку SQL-запросов, каждый из которых простой селект, либо всего, либо набор полей в конкретную партицию. Дальше мы набор запросов скармливаем некому процессу-экспортеру, который уже начинает в несколько потоков выгружать данные в CSV-файлы. Почему в CSV-файлы? Потому что их довольно удобно на этапе отладки гонять. Ты один раз выгрузился, дальше ты их можешь загружать, экспортировать, импортировать, делать с ними что хочешь. В итоге, что мы получили? Чтобы выгрузить данные из Oracle быстро, без нагрузки, во-первых, никаких ваеров вообще, то есть все, только на загрузке фильтры. Во-вторых, должно быть адекватное партиционирование на самой базе данных источники. То есть если мы сами сталкивались, на самом деле, у нас была табличка в две партиции буквально. Причем одна партиция была маленькая, вторая на несколько ярдов записей. Ну, понятно, выгружали мы это долгое. Важное значение имеют всякие настройки Oracle. В нашем случае нам помог Prefetch при подключении. Это уже такие детали непосредственно подключения к Oracle, но это уже важный момент. И для себя мы ограничили количество потоков на выгрузку в штатном режиме. Это 10, если мы грузимся экстремально-экстренно, максимум 30. Для нас вот такие цифры сработали. Oracle мы не нагибаем. Мы получили при таких вот вводных выгрузку за 6 часов, в зависимости от того, с какой таблицей мы работаем, от 60 до 700 тысяч скорость выгрузки в CSV. И это 1,2 терабайта сырых данных в CSV на выходе. Собственно, данные выгрузили, теперь нужно их загрузить. А здесь что важно? Здесь важно учитывать модель хранения этих самых данных, с которыми мы работаем. Во-первых, в нашем случае, так как данных много, мы сразу из коробки приняли решение, что будем шардиться. Соответственно, у нас данные локализованы по каждому абоненту и шардированы. То есть на каждом шарде лежит набор данных того пользователя, которого там лежит, не смешанный в кучу. Что важно? Важна дальше сама модель данных. Есть абонент, у которого есть вот эти желтые кружманы, это платные услуги его подключенные, и синие кружманы – это все, что как-то привязано к этим платным услугам. Особенность в чем? Самих платных услуг там 4 ярда записи, и дополнительных данных синих кружочков 12. То есть 1 к 3. В чем особенность? Особенность в том, что когда мы вставляем платные, когда мы пытаемся загружать уже данные платных услуг в наш кэш, мы точно знаем, в какой шард они кладутся. У каждой платной услуги есть поле, в котором написано subscriber ID такой-то. Соответственно, мы можем сразу вычислить нужный шард и отправить данные туда. Все остальные данные приходится загружать с поиском. То есть у них нет ни subscriber ID, они только знают о своей платной услуге. Соответственно, чтобы данные загрузить, нам нужно сначала найти, к чему их привязать. Соответственно, вся загрузка в этом случае превращается в MapReduce на поиск шарда, в который нам нужно положить дополнительные данные, и insert в один. Соответственно, в чем вот этот самый момент, где мы начинаем уже грузить CSV, где все это происходит. У него есть вот такая вот особенность. То есть мы грузим данные поэтапно. Сначала мы загружаем основной массив данных, затем все остальное, к чему эти данные привязываются уже. В общем-то, такая вот особенность. С моделью данных нужно считаться. Для нас это во что вылилось? Для нас это вылилось то, что у нас данные продуктов подключенных загружаются буквально за час с копейками. То есть они просто в лед 400 гектар. Все остальные данные загружаются еще 11 часов, просто потому что мы их сначала ищем, потом загружаем. Вот это все. Дальше. И вот здесь уже как раз появляется Golden Gate с Change Data Capture. Данные загрузили, нужно поддерживать как-то актуальность. Golden Gate сам из коробки. Довольно простая штука. Условно простая, если в квадрате как кружочках его рисовать. Вот зеленый квадрат посередине, это Golden Gate. Его задача реплицировать данные из базы данных источника, SourceDB в TargetDB, применяя какие-то там правила конфигурации. Важно нам, что было? Важно, что оно умеет работать с разными топологиями. То есть оно умеет агрегировать данные в одну банку, разливать данные по нескольким банкам, в общем, все, что надо. И поддерживает семантику ETL. То есть мы на каждом этапе можем объявить какие-то фильтры трансформации и сказать, что нам эти данные не нужны, а вот те данные нам нужно преобразовать во что-то другое. Нас это несколько раз вытаскивало, особенно при работе с датами. То есть при приведении дат, которые в Oracle были, при приведении дат, которые у нас падают в тарантульные кэши. Работает это все довольно просто. На базе данных источники происходит какая-то транзакция, происходит коммит. Дальше Golden Gate процесс экстракта эту транзакцию ловит и складывает получившиеся данные в trail file. Trail file, что это такое? Это лог транзакций. То есть как его Golden Gate ведет для себя. То есть инсерты, делиты, апдейты по порядку, как они происходили на мастер-системе. Ну и этих файлов может быть много. То есть по мере добавления транзакции они просто дописываются от 0 до N. Дальше. Golden Gate процесс репликат. Эти trail файлы слушает. Соответственно, вычитывает из них эти транзакции и накатывает их на базу данных целевую уже. Собственно, простая довольно штука. А чего важно знать? Реплицировать данные позволяет, трансформировать. И самая важная для нас штука, как оказалось, это он реплицирует только закомиченные транзакции. То есть не закомиченные транзакции мы просто не увидим из коробки. Сам по себе Golden Gate из коробки умеет Oracle Oracle. Для того, чтобы запилить что-то в тарантул, мы немножечко извернулись. На первый заход мы сделали вот такую вот штуку. То есть был Golden Gate, как он есть. Зеленый квадрат, источник банка целевая. Мы половину Golden Gate по сути отрезали. Ту часть, которая накатывает изменения на целевую базу. И запилили ее на тарантуле, под себя, что называется. И вот этот красный квадрат, тарантульный репликатор, это та часть, которая заменяет Golden Gate процесс репликат и пишет, в общем-то, в целевую базу, она же тарантул. Это сработало, потому что трейлы, в которые пишется лог транзакции, могут быть в нескольких основных форматах из коробки. Это бинарный, проприетарный формат какой-то. ASCII SQL есть, и для нас сработал XML. XML сам по себе выглядит вот так. То есть это просто список DB-апдейтов. Есть данные, есть метаданные, есть понимание, что это за таблицы, какого типа операции прилетели, какие это данные до или после транзакции. Сами данные выглядят довольно просто. То есть мы знаем, что это за колонка, какое значение. В метаданных мы можем увидеть всякие дополнительные прикольные штуки, например, время коммита. То есть когда произошел коммит на базе данных источники. Все. На этом можно заканчивать. То есть мы просто написали XML-парсер, который разбирает трое файлы в XML и накатывает это все на тарантул. Было бы сильно просто, если бы было так просто. Что мы получили на первый заход? На первый заход мы получили загрузку данных из CSV. То есть сливаем в CSV, загружаем из CSV. Мы получили репликацию через XML. Просто написали XML-парсер. Все круто. Можно посмотреть сами в этот XML, увидеть, что там происходило, понять, почему у нас в кэше такие данные теперь. Второй раунд. Это был у нас первый заход на первый кэш. Дальше у нас появился Customer Search Index, так называемый системно-специализированный индекс для поиска абонентов. Тут мы решили подумать, что можно сделать лучше из того, что у нас есть, потому что у нас было несколько нюансов. Во-первых, нам не нравилась вот эта машинерия с загрузкой. То есть вот эта хореография с файликами. Файлики выгрузи, файлики загрузи, файлики сохрани и так далее. Во-вторых, мы написали половину Golden Gate. То есть в буквальном смысле мы остановили там ту часть, которая Golden Gate может на трейлах, и остальную половину мы просто написали ручками самостоятельно. Что это означает? Это означает, что мы часть функциональных возможностей априори потеряли, потому что Golden Gate – это матерый продукт, который развивается очень давно. Мы наступили на всякие разнообразные прикольные штуки, связанные с самим форматом XML. То есть, например, вот так вот выглядит поддержка цлобов. То есть блобов, цлобов XML. То есть прямо посередине XML Golden Gate фигачивает нам ошибку, что он это не поддерживает. Все. Мы даже это распарсить не можем. Мы еще наступили на всякие прогресские ошибки. То есть все равно это файлик, который нужно по-хитрому читать. Вот так вот это лак на репликацию. Вот так выглядел наш первый подход к снаряду. То есть красная планка – это наш SLA. И видно, каждый раз, если посмотреть на время, это ночь. Каждый раз в ночь мы этот SLA пробивали. В чем был прикол? Причем, да, ближе к выходным. То есть тренд такой, что чем ближе к выходным, тем выше мы его пробиваем, тем больше у нас лак репликации. В чем подвох был? Подвох был в том, что мы, когда данные из XML читаем, мы их читаем пачками по тысяче записей. Пока тысячу записей не наберем, мы не отправляем их дальше в процессинг. Соответственно, ночью или ближе к выходным нагрузка с базы источника спадает, и мы априори автоматически получаем лак выше, чем могли бы. Это тоже нужно законить. То есть мы покодили, мы сделали. Но с этим тоже нужно считаться. Это тоже нужно иметь в виду, что есть вот такие штуки. От этого всего хотелось избавиться, переложить это все на Golden Gate. Ну и последний момент, наверное, самый важный по всей этой истории. Мы сломали эксплуатационные домины. То есть есть DBA, есть специалисты по Golden Gate, которые поддерживали каждый свой загончик. И тут пришли мы. Мы пересеклись с Golden Gate, начиная от настроек операционной системы. Прям от создания образов. Учетные записи, безопасность. И те, и те должны иметь доступ к одним и тем же файликам. Одни должны писать, другие читать. Короче, в общем, этого всего хотелось избежать. С прогревом версии 2 подходить было довольно просто. То есть мы просто вырезали файлики. Все. Мы оставили исходную часть, как она есть. Потому что с партициями работать так и так приходится вот так. Соответственно. Ну а здесь вместо файликов мы сделали SQL. То есть у нас была очередь загрузки файлов, осталась очередь загрузка SQL. Ограничения все те же самые. То есть порядок, партиции. То есть здесь ничего нового. С самим Golden Gate. Вот здесь мы зашли немного серьезнее. Мы запилили UserExit, так называемый. Что это такое? Из коробки Golden Gate выглядит вот так. Первые итерации мы обрезали половину. Во второй мы сделали вот так вот. Мы его дополнили. Golden Gate позволяет его расширять за счет использования UserExit. Чуть такое. Это просто сишная библиотека, которую мы можем в конфигурации Golden Gate сказать. Используй UserExit вот такой-то и путь до сушки. Там в сушки мы можем закодить что-то свое в носях. Где мы можем получать транзакции, которые Golden Gate обрабатывает. Как-то их по-своему обрабатывает. То есть что угодно делать. Мы сделали вот так. То есть мы перекрыли основной поток на целевую базу. Сказали, что не надо туда писать. Все окей. И развернули собственно тарантульным клиентам запись непосредственно в тарантульные кэши. То есть здесь тоже в целом ничего сложного. Есть нюансы с кодированием на сиях и так далее. Но в общем все укладывается в целом доке. И расскажу немного про то, как мы с этим совсем боролись за наши SLA. Как мы обслуживание этого всего налаживали. В общем это все. Это самая интересная часть, думаю. Первый заход на репликацию у нас выглядел вот так. Это график лага репликации в секундах. Соответственно там вот видно, что слева это уже минуты. SLA, планка красная внизу. Вот так выглядел наш первый заход. Такая вот пила. Она медленно нарастает и потом резко уходит вниз до нужной цифры. В чем проблема? Проблема в том, что есть урокл исходный. К нему Golden Gate мы подключили. Есть такое понятие интегрированный экстракт так называемый. С точки зрения настройки Golden Gate это означает, что база данных источник, помимо того, что она занимается тем, чем она должна заниматься, накатывает транзакции и так далее, начинает работать логмайнером. То есть Oracle база данных сам по себе ведет свой лог транзакции. И вот когда мы подключаем Golden Gate в той конфигурации интегрированного экстракта, какой мы его подключили, мы получаем, что база данных источник начинает сама разбирать свои логи, подготавливать их для Oracle Golden Gate. Короче, мы его опять начали греть. Чтобы это обойти, да, соответственно, чтобы этого не происходило, мы получили поток архивных логов. То есть раз в 30 минут условно нам отстреливается новый лог. То есть 30 минут мы сидим, курим бамбук, ничего не делаем, ждем, пока к нам подъедет этот лог, пока начнет разбираться. В общем, чтобы не грузить основную базу данных так жестоко. Обходится это довольно просто. Для того, чтобы не греть базу данных источник, можно поставить отдельную грелку, то есть на которую мы сливаем эти логи и где мы их парсим. То есть, по сути, мы проблему с CPU на базе данных источники меняем на проблему с сетью. То есть если у нас терабайт изменений в сутки, значит, этот терабайт изменений в сутки теперь нужно будет прогонять по сети на базу данных майнинг, она уже там как-то это дело обработает. В общем, как оказалось, проблему с сетью решить гораздо проще. То есть инфраструктурщики решили за нас, делать нам ничего не пришлось. За счет того, что мы с архивных логов перепрыгнули на ряду логи, так называемые, в этом режиме, мы получили вот такой вот лаг. То есть 18 секунд — это полка в штатном режиме, который мы видим в обычный день. В ненагруженный день она еще меньше. Бонусом мы получили майнинг, работает как слой изоляции. То есть если в конфигурации подключения Golden Gate напрямую к базе данных Oracle, в случае, если Oracle отвалится, мы получим, собственно говоря, какой-то там эксплуатационный сценарий на восстановление этого всего. В случае, если у нас стоит майнинг перед нами, майнинг может выступать слоем изоляции. У нас есть основной источник и есть резерв. В случае, если основной источник происходит свитч-овер или фейловер, мы за счет того, что перед нами станет майнинг, мы даже ничего не узнаем. То есть такой хороший финт ушами. В общем, за счет вот такого небольшого финта, важный момент во всей истории в чем? Вот этот база данных майнинг – это не реплика. То есть это числогрыз, который не хранит полную копию данных. Он просто получает логи с базы данных источника, разбирает их и отправляет в Golden Gate. Все, вот это важно. Потому что иначе мы бы залипли на те же самые терабайты, которые у нас есть. Вывод из этого всего. По умолчанию, если вам не нужно сильно быстро реалтаймить, можно работать на архивах, и вот этого всего можно избежать. Если нужно, как в нашем случае, то вот так вот можно сделать, и тогда мы будем получать реальное время с ряду логами, все хорошо. Дальше. Дальше вот такая вот фигня. 21-й год, казалось бы, вроде уже решено несколько раз. Нет. Когда мы делали все на XML, все было очень просто. Мы в Golden Gate в конфигурации говорим энкодинг УТФ и забываем, как страшный сон. Получаем просто нормальный валидный XML с УТФ. В случае с юзер-экситом с Golden Gate, Golden Gate сам может конвертировать из кодировки в кодировку. То есть он детектирует, что кодировка источника и целевой базы расходятся, значит, мы ее сконвертим. Есть несколько ограничений по этому поводу. Например, что там целевая кодировка не может быть уже по символенному составу, чем исходная. То есть мы, например, от CP 1251 можем сконвертовать в УТФ-8, без потерь УТФ-8 обратно в CP 1251 уже нет. Нюанс. На нашем сочетании версий Golden Gate, Oracle, это не сработало. У нас появились баги. Нам пришлось скатиться в историю с Iconv. В этом случае нам повезло. То есть у нас на Тарантуле есть встроенный модуль Iconv. То есть мы что делаем? С базы данных источника через Golden Gate мы получаем данные, как они есть, той кодировки, которая не есть, конвертируем уже у себя. Все. И же с ним. Вопрос закрыли. Итого. Данные загрузили, реалтайм сделали, проблему с целостностью данных порешали. Выводы на этот момент. XML – самый простой вариант бороться с кодировками. UserExit – конвертирует, но не без нюансов. Iconv – надежный вариант тогда, когда Iconv работает. То есть Iconv запросто может за 20 лет работы базы данных в интерпрайзе. Там скапливается много всего неожиданного. Мы пару раз выхватывали, что Iconv у нас просто падает. То есть это нужно просто предусматривать. И один, наверное, из самых сложных моментов – фейловер всей этой мишенерии. Сам по себе кэш, сама по себе витрина, фейловерится из коробки. То есть у нас вот эти серые квадраты – это, допустим, два сода, две стойки, две машины, как удобно. Есть мастер – часть кэша, зелененький квадрат. И есть реплика, то есть синенький квадратик большой. Соответственно, фейловерится все у нас там автоматически. Написано это все на Tarantul картридже. У него есть встроенный механизм переключения мастеров реплик. В общем, все это работает. Базы данных источники тоже работают, потому что там стоит рек-кластер, как-то там все это свитч-уверится, фейловерится. И вообще в области ответственности DBF мы об этом ничего не знаем. Вот это вот часть. Самое интересное. Первое, что мы сделали, само собой, мы поставили просто резерв этого всего и завели потоки репликации с источников вот так вот, крест-накрест в оба майнинга, чтобы каждый майнинг в любом случае мог получать и с основного оракла, и с резервного оракла данные. Дальше вопрос, что делать, когда это все падает. Например, там падает майнинг или падает голландгейт. Так как все это держится на файликах, то есть трейлы, логи транзакций, вот это все, то есть штатный вариант, это подключиться к HD между основным и резервным содом. То есть репликация дисковых массивов и все. Все. Нюанс в этой во всей истории в чем? У нас SLA по-прежнему должен был оставаться 30 секунд. С HD само по себе штатное переключение. Во-первых, 30 минут, заявленное время. Во-вторых, эта процедура чуть ли не полурочная. То есть идем, отмонтируем, примонтируем, подключаем, запускаем и так далее. На круг получаем. Все, SLA забыли, кэш уже не актуальный. Чем сделали? Мы перевели проблему, собственно, из вышестоящих компонентов на себя. Мы сделали два активных потока репликации. То есть в каждый конкретный момент времени и майнинг, и голденгейт в обоих цодах работают. Если в случае с HD, в случае с HD работает только один, при переключении второй включается. В нашем случае работают оба. Разница в чем? Разница в том, что работает только зелененькая часть. То есть у нас в кэше на запись доступен мастер. Соответственно, в мастер мы пишем, в реплику мы получаем отбивку. С мастера нам подступают данные о тех транзакциях и Sien, которые мы уже отработали, для того, чтобы реплика могла резервному потоку голденгейта отвечать, что да, там вот эта часть отработали. Дальше все очень просто. Мы для триггера фейловера переключаем мастер на своей стороне в кэше в витрине. Соответственно, таким образом у нас одна половина становится доступной на запись, на второй половине у нас запись перекрывается. Автоматически мы получаем переключение потока репликации. То есть там, где краник был, мы его закрутили, открутили в соседнем цоде, автоматически вода полилась. История довольно сложная с точки зрения реализации, но она, во-первых, дешевле за счет исключения с HD репликации дисковых массивов вот этого всего, во-вторых, она срабатывает в рамках SLA. То есть переключение мастера на кэше у нас происходит в рамках 5 или 10 секунд. Все, и дальше мы уже дальше работаем. С рейловером как-то так дела обстоят. То есть в рамках SLA решили. Единственное, что мы его вот так вот сами сделали, какими-то нештатными механизмами. Но оно автоматическое и быстрое. И последнее, наверное, что я хочу рассказать, это про эксплуатацию. Коротенько. Важный момент во всей этой машине в том, что у этой штуки обратной связи нет никакой. То есть транзакция произошла на одном конце, на другом конце она накатилась, и как-то там она через что-то пробежала, но обратной связи нет. То есть мы из Tarantula не подключены в Oracle, не проверяем ничего. Что это означает? Это означает, что если, например, происходит разрыв где-нибудь между Golden Gate и Tarantula, для нас, для кэша, для Tarantula, это будет неотличимо от отсутствия транзакций. То есть транзакций нет, сеть порвала, одна и та же история. Соответственно, мы не узнаем, что нужно что-то предпринимать, что-то переключить, а нам это важно, чтобы сохранять наш SLA. Что мы сделали? Мы включили Heartbeat. Heartbeat транзакции – это синтетические транзакции, которые раз в минуту бегают в какую-то левую табличку, которая так и называется Heartbeat. Соответственно, туда вставляется запись. Важно, что она происходит раз в минуту. Важно, что там есть какой-то commit timestamp, из которого мы можем понять, что теперь мы можем на эту штуку положиться. Мы знаем, что раз в минуту у нас пробегает какая-то транзакция. И, в общем-то, от этого мы можем уже смотреть мониторинг. То есть если мы видим, что последняя была две минуты назад, значит, у нас что-то не так. Соответственно, и последний момент – это мониторинг end-to-end лага репликации. То есть как оно там произошло на источнике и до кэша, как оно доехало. Это важно в первую очередь для потребителей в кэше, потому что они могут полагаться на это время. Здесь все очень просто. Вот кусок XML-ного отрыла, то есть те же самые данные пробегают через UserExit. Мы знаем время коммита на базе данных источники. Соответственно, для того, чтобы посчитать лаг, нам достаточно просто из времени здесь и час у себя в витрине вычесть время коммита на базе данных источники, и все, теперь мы знаем лаг. Собственно, касательно мониторинга, это, наверное, вот две самые важные вещи. То есть можно там обложиться разными всякими метриками, логами и так далее, но вот две штуки – обеспечить непрерывность, на которую можно положиться раз в какой-то интервал времени, и лаг репликации мониторить. Причем лаг репликации мониторить не на каждом там участке, а end-to-end лаг репликации. Итого технически. Важно при построении таких штук держать в уме характеристики источника. Если у вас нет партиционирования, еще какие-то ограничения, на это можно запросто наступить. Важно, что именно, какую именно витрину мы строим. От этого может пострадать время загрузки витрины, время создания витрины, вот эти нюансы. XML с Golden Gate легальный и самый простой способ. То есть проще просто нету. Берем, пишем парсер XML, сделать репликацию куда угодно, по сути. UserExit – способ более промышленный, но он же и более сложный. В общем-то, и последний момент. Важна эксплуатация. То есть вот эти вот несколько моментов, про которые я рассказал, на них нужно обращать внимание, чтобы витрины работали. Все по технической части. Саш, подведи итог, что мы получили. Акхук. Раз, раз. Ну, в итоге, наверное, можно сделать такой вывод, что если у вас есть большой монолит, и вы не знаете, как к нему подступиться, поставьте кэшблоку, это новый архитектурный паттерн, вот и меньше страдайте, получайте удовольствие. Все. Спасибо. Коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы у вас? Так. Вопросы есть. Это хорошо. Добрый день. У меня такой вопрос. Меня зовут Анрей. Про хардбит, интересная технология, на самом деле. И у меня такой вопрос. Существует, то есть, два параллельных каких-то процесса, инсерта, да? Первый процесс, это идет вставка через вот эти три ресурса, как вы показали, схемку в конце, в таранту ложится. И параллельно, получается, фиксируется какая-то транзакция раз в минуту. Вот. Соответственно, вопрос. Может ли получиться так, что первая транзакция где-то провалилась, то есть не прошла полностью по схеме до тарантула, при этом фиксация инсортов прошла корректно? То есть мы со своей стороны считаем, что у нас все в порядке, инсорты каждую минуту продолжаются, но фактически данные валятся где-то там по каким-то причинам. Спасибо. Да, смотрите. Целостность транзакций, которая происходит на базе данных источник и их согласованность, и вообще что там происходит, это задача непосредственно приложения, того, которое эти транзакции там проворачивает. Соответственно, если оно фейлит, то оно будет фейлить и для клиента. То есть эти данные нам априори в кэше точно не нужны, потому что клиент точно так же увидит зафейлищуюся транзакцию. Это, я думаю, что должны мониторить DBA уже. DBA и разработчики приложений, которые в Oracle пишут. Да, у нас важно, что эти штуки не доезжают. То есть что-то там не взорвалось, мы получаем только валидные, закомиченные. Ну, в общем, как-то так. Ну и мы, наверное, в каком-то горизонте времени все-таки получим деградацию по хиртбитам, и, соответственно, тоже поднимем алерт на это. А есть еще вопросы? Да, да, есть вопрос. Александр, Василий, спасибо большое за презентацию. Я встану, чтобы так лучше было видно. Вопрос, наверное, больше к Александру. Каким, ну, поскольку кэш у нас не резиновый, каким образом кэш чистится, и как это повлияло на техническую составляющую? Хороший вопрос. Спасибо. Или вы не чистите кэш? То есть все копится, копится, копится. Мы чистим кэш. Давай я тогда накину. Смотрите, из реальной ситуации была миграция на базе данных источники, которая поднимала все данные вообще, начиная там с начала времен. Соответственно, вот это все скопом начали получать. И мы запилили процедуру очистки, которая вот так вот раз в какое-то время массово расходится по всему кластеру и начинает по каким-то условиям выпиливать данные, потому что рост пошел вот так вот прям. То есть у нас был там условно наш терабайт штатный, уютный, к которому мы привыкли плюс-минус там. И тут вдруг поехало. Поэтому, да, мы запилили очистку. Очистка на уровне тарантула – это луашный кадешник, который раз в какое-то время запускается, и данные по какому-то критерию удаляет. Как-то так. А почему не почистить все и заново прогреть? Потому что миграция, которую мы вот в том конкретном случае, миграция, она была длинная, там чуть ли не месяц, то есть это вот целый месяц вот этим заниматься. Соответственно, вычистить там терабайт гораздо проще, чем терабайт залить заново. То есть это была бы опять холодная загрузка, догнать репликацию, вот эти там 12 часов на загрузку, вот это все почистить дешевле. Спасибо. Раз, раз. Коллеги, спасибо. Александр, компания Skillbox. У меня такой вопрос. Я так понимаю, у вас кейс EDC использования, то есть вы храните актуальные сведения по абонентам, например, один CSI-фалик на одного абонента, и там описываются какие-то услуги. Нет, мы не храним, это только используется при прогреве. То есть нам нужно это один раз выгрузить. Как работает вообще весь процесс? То есть мы сначала подписываемся на изменения, их копим, а параллельно делаем выгрузку. И у нас эти два процесса сходятся. То есть мы сначала подписались на изменения, у нас уже есть лог транзакций, которые нам нужно будет проиграть на базу. А вначале нам нужно забрать весь объем терабайт данных, поднять в память. И вот эти CSV-шники, когда мы первые реализацию делали, мы их выгружали из Орукла, делали экспорт в CSV, импорт в Тарантул и копили лог изменений. То есть сначала накатывали базовую часть, потом проигрывали накопленный лог изменений над всем этим. А потом уже после этого у нас кэш стабилизировался, мы понимали, что он прогрет, там все транзакции мы догнали, он там попадает уже в SLA по лагу репликации в нужную, и после этого мы туда переключаем запрос пользователей. А вот такой вопрос. А как, собственно, у вас витрина формируется? То есть если у нас есть изменения какие-то в базе, при следующем запросе нам нужно метаданные, допустим, какого-то клиента связать, то есть вытащить из Орукла и как-то их хранить где-то, чтобы в Тарантуле у вас просто хранятся файлики, по сути. То есть там никаких аналитических запросов мы не сделаем. То есть вот у вас как вот это сделано? Ну, смотрите, во-первых, наши кэши, конечно же, это не просто хранилка на Тарантуле в байтах, да, конечно же, это REST-приложение, да, и с Круду там есть R, они доступны на чтение для потребителей всегда. То есть вы всегда можете сделать гет-запрос в сторону витрины и получить данные из кэша. То есть там не надо писать коннектор в Тарантулу, это во-первых. Во-вторых, ну, Василий про это, наверное, быстро проговорил. Мы подготавливаем срез данных. То есть вот в исходной системе данные лежат вообще, ну, не компактно, скажем так. То есть для того, чтобы нам собрать данные по абоненту, по всем его услугам и по всем связанным сущностям, нам надо джойнить достаточно много. То есть берем данные из разных таблиц, джойним. Вот этот процесс джойна мы фактически перенесли на загрузчик. То есть когда у нас есть… То есть мы забираем полностью все партиции, а дальше мы меняем модель данных, потому что нам нужно поменять представление и сделать его компактным, чтобы в один запрос, в один хлоп получить все данные, которые относятся к нашему запросу, к нашему абоненту. И мы провели достаточно большую аналитическую работу, чтобы взять из мастер-системы эти разрозненные данные и положить в нужную структуру данные рядышком в один шарт, чтобы можно было эти данные забрать. Ну, над этим есть, естественно, REST. И вот так все это работает. То есть это не просто кэш с ноликами, единичками, а это полноценное приложение, которое работает, отдаёт данные на чтение с очень хорошими показателями, с прекрасным реалтаймом. А вот и историчность саму. У нас какие-то данные поменялись. А нам не надо. Вот смотрите, вот в кэше как раз нам нужны, нам не нужны исторические данные. То есть от кэша требуется отдать актуальный срез данных, но так, чтобы он не вышел за 30 секунд. То есть наши потребители требовательные готовы ждать 30 секунд. Их устраивает вот эта задержка. Поэтому у нас там только актуальные данные. Именно поэтому нам приходится и фильтровать. Ну, кроме того, что там для нас много лишних данных есть в мастер-системе. Там в мастер-системе как раз хранится вся история. За историей, пожалуйста, холодное хранилище. Можно к мастер-системе обратиться. Можно потом в DVH сходить, потому что это всё там отбрасывается потом в аналитические базы. Вот наша задача была сделать, в общем-то, горячие, поднять горячие данные в кэш, потому что всех интересуют горячие данные, а историю в кэши, ну, 30 терабайт, ну, куда? Мы память съедим. Ну, в паркете, если хранили бы, они сжимались вместо CSV. Вас его не столько бы занимало. Ну, CSV-то занимает… Ну, смотрите, CSV-то всё-таки жесткий диск. Мы в любом случае жесткий диск, он дешевле, чем память. Всё-таки HDD, ну, они ещё не сравнялись по стоимости с памятью. Александр, Василий, спасибо большое за ваш доклад.